Сейчас мы с вами, ребята, проехав Лакокраску, попадаем в Козы-Махаля. Здесь почти в каждом доме продают козы, колбасу из конского мяса. Очень престижный район. Здесь центр города, недалеко, в то же время здесь нету многоэтажек. Махаля, богатых людей. Бош-Маркаси, это значит центр плова. Ну какие гостиницы тут построили, похожие на корабли. И вот мы выезжаем на центральную улицу Юнусабадского района, которая называется Амира Тимура. Здание Национального банка Узбекистана. Гостиница Рэдисон. Бизнес-центр и гостиница Интернешнл. И вот она во всей красе, наша телебашня. Высотой в 380 метров. Вот коров сюда, как есть, везет. Вот этих тоже коров, да, или бычков, везут на скот базар в этот. Шуробазар, по-моему, да, их везут? Короче, сегодня среда, день по продаже скотины, да, везде. Там в той Типе их везли куда-то, наверное, в Ахангаран или в Ангрен. А здесь их везут в северном направлении. Скорее всего, Шуробазар. Какое наслаждение ехать по пустым улицам, да? Да, вообще, мечтек. И сейчас я иду, много видишь. Да. Спортивный комплекс Юносопад. Здесь проходят международные соревнования самого высокого уровня. А вот Басу. Сейчас мемориальный комплекс памяти жертвам политических репрессий находится на ремонте. Поэтому мы его не едем за забором. И вот Махаля Шахристанская, которая находится внизу, под мостом вдоль железной дороги. И вот она, остановка Шахристанская, перекресток улицы Гвардейская и Амира Тимура. Вот так выглядит Ташкент в полшестого утра. Шестнадцатого июня. И вот мы подъезжаем к Махале Д2. Зарбатский базар еще не проснулся. Никого нет. Ворота за... А, нет, уже открытая. А вот универсал, ребята. Юносопадский универсал. Но его тоже не видно здесь за всякими страницами. Вот уже бабушки приехали из Черняевки. Привезли молоко, кислое молоко, творог, курт, еще что там у них есть, сметана. А вот здесь раньше был Юносопадский базар. Шайба, пивнушка. Да, пивнушка, шайба. Юносопадский базар, где в девяностые мы торговали джинсами. А теперь на месте базара, посмотрите, стройцентр. Говорят, на первом этаже здесь торгуют конфискованным товаром. Максимальная цена 15 тысяч сумм. Здесь можно купить кофе. Еще что можно купить? Сладости сайты. Сладости. Носки, носки, уже арбузы. Носки даже. Носки подешевле, наверное, да? Я не спрашиваю. Вот, арбузы. Представляете, 16 июня уже арбузы вовсю продают в Ташкенте. Кто-нибудь отважится кушать арбузы в июне? Наверное, нет. Только самые рисковые смельчаки. И вот мы заезжаем в наш квартал, в Б-2, восьмой квартал. Вот, здесь живет наш друг, который был офицером-пожарником, но вышел на пенсию и стал нотариусом. Стал нотариусом. Очень загадочный человек. Вот мы подъезжаем. Вот мы сейчас будем. Наша школа 235-я. Ребята, посмотрите. Вот наш актовый зал нашей школы. Школа обнесена теперь двухметровым, даже, наверное, повыше забором. И вот здесь вот мы сейчас подъезжаем. И уже наш друг покидает нас, один из нас. Давайте счастливо. Счастливо. Всем привет. Так было. Подписчикам привет передай. Привет. Мы дома. Хорошо. Спасибо. Спасибо.